мать имеет ввиду из разума идет твердость озлобленность агрессия и жестокость даже доброе воля бывает агрессивной даже нежность привязанность агрессивные как и все остальное как удары палки по сути жизнь разума это тяжесть вот по поводу агрессивности знаете был суд над преступники и нацистскими в нюрнберге вот один американский психиатр вы пытался в беседах с подсудимыми все-таки каким-то образом понять психиатром психолог как вот в людях которые ну родились и выросли в той стране в стране великих философов музыкантов и художников как они могли стать садистами как они могли с упоением наблюдать страдания людей вызывать эти страдания как они могли мучить и сжигать людей в печах крематория в лагерях до смерти пытался он это изучить у него был допуск камерам всех нацистских преступников чем самого разного ранга не только вот тех вот первых лиц и начальник в концлагерей там и стопняков кто там этим занимался уничтожением он никак не мог понять он хотел как бы выяснить вот ну что в человеке что же сколько же процентов от садистов таких вообще на земле существует и так он ни до чего и не додумался ничего не прояснил сам покончил жизнь самоубийством слишком наверно большой объем вот той самой деструктивной информации он получил общаясь с этими людьми вот заразительной деструктивной на вибрации в дальнейшем стали разрабатывать метод который позволил бы среди нормальных людей выделить некий процент людей которых вот это скрытая агрессия есть и который получает наслаждение от причинений более другим очень хитроумная была изобретена методика я познакомился с этой методикой в принципе она правильная то есть они очень тонко из подволь давали некие тестовые программы людям динамические программы обычным самым разным чем это было проверено в разных странах ни в одной стране в разных странах по этой программе исследовались люди и предварительно когда эта методика была запущена то автор этой методики думали что где-то ну 6 7 процентов людей на земле обладают именно вот этим вот этой самой особенности получать наслаждение от причинений более другим оказалось что по этим методикам разброс был очень небольшой 6 от 65 процентов людей котором скрыта вот эта агрессия наслаждение страданиями других людей не обязательно физическими психологическими то есть жестокость это свойственно только людям кстати у животного мира это нет нету животных это так что вот мы вот все такие пушистенькие красивенькие когда анархии это наступает смутные времена вот они все ребята да вот так я понимаю что вы 35 процентов до 65 лет не входите или как или бывает иногда да я сам знаю что у меня бывало тоже я же знаю поэтому ответе только обожаешь на эволюции только то что сможет вас вытравить вот эту совершенно противоестественную антибожественную вибрацию антибожественное начало шеробин да не зря говорил что именно жестокость присущи только людям и это самое антибожественное что может быть в человеческом существе самое антибожественное мучение других людей психологические физические как хотите ведь отвечаем добавил еще ложку грязи и думать будете спать не будете да не спите делом занимайтесь выгорит все даже если что то есть ну в зачаточной форме все сгорит но что мы это в общем то все таки сдерживаем и какими-то внешними обстоятельствами отдай там разгуляться тогда поставь на место там где все можно упадет понятно черт какие-то факторы сдерживающие есть земном человечный страх там какой-то ну какие-то законы страх наказание понятно но мысль куда их деть умещет он я вас не агодчил нет очень интересное исследование но конечно меня поразило просто чем они очень тонко это сделали фактически ну как бы люди учили других людей и на какой-то стадии они стали применять те по сути недозвольный метод для того чтобы довести до сознания людей то что они хотят сказать вот здесь и проявляется агрессии вот то что они готовы были учеников там ну допустим палкой по голове есть такие даже педагоги мы знаем которые не могут быть педагогами просто потому что в них сидит этот ген агрессивности вот так и действительно из разума идет твердость озлобленность агрессии жестокость это только человек обладая разум обладая умом вот он способен на это к ванной очень существо страшно к ванное существо и действительно даже даже такие казалось бы казалось бы положительные намерения как добрая воля найти нежность добрая воля если они исходят от ума и витального не отвратительны в своей агрессивной навязчивости просто отвратить помните этот фильм замечательный женитьба бальзаминова когда бальзаминов попал через забор мадюкова и она купчиха была помните там она мне так посмотрела к забор его прижал и как стукнул до чтоб каждый день ко мне но с любовью она его так забор вот и все это пил крайний случай но ты меня должен любить как это должен любить вот понимаете вы должны кого любить то кто требует от вас любви а как же это агрессивность вы должны кого-то любить не хочу никого любить зачем нет нож и так хорошо те хорошо так ну ловишь хорошо а потому неудивительно что вся человеческая жизнь которая протекает по знакам разума она тяжело неповоротливо изобилует постоянно болезненными явлениями какими-то все болезненно все не так вот воистину горе от ума от непросвещенного ума это так